Очередной совет директоров состоялся 15 декабря на территории электрогорского филиала предприятия «Кронашпан». В нашем городе он существует с 2013 года, и за это время было запущено производство нового пресса ДСП, построены складские помещения, введена в эксплуатацию линия ламинирования, подведены железнодорожные пути и активно производится отгрузка продукции на экспорт. 65% у нас уходит в страны Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения. В принципе, все. Ламинированные продукции уходят, как правило, у нас в Пензу, потому что Пензу – это мебельная сервиса России. До начала заседания депутатам и приглашенным провели экскурсию по заводу. Технический директор Сергей Антошин рассказал о работе предприятия, о тонкостях производственного процесса и перспективах развития. Делегация прошлась по цехам завода. После обхода все собрались для обсуждения вопросов повестки дня. Первый из них – вопрос о положении России в этот непростой кризисный период, о необходимости создания новых рабочих мест. Депутат Государственной думы Валентина Кабанова отметила высокий уровень завода «Кроношпан», который соответствует европейским стандартам. Депутат наградила директоров предприятия благодарственными письмами от Государственной думы и памятными подарками. Ну, а я так каждому из вас, как руководители, маленькие сувениры Государственной думы, часы вот такие, потому что, чтобы вы знали, счастливые часов не наблюдают, чтобы были самыми-самыми счастливыми. Также присутствующие обсудили подготовку и организацию предстоящих новогодних праздников, об участии трудовых коллективов предприятий города в благоустройстве и уборке подведомственных территорий в зимний период, об оказании шефской помощи предприятиями образовательным учреждениям, а также о награждении трудовых коллективов и предприятий города за активное участие в жизни Электрогорска.